Всем привет! Сегодня хотел бы поговорить о таких приманках как колеблющаяся блесна. Многие рыболовы напрасно не обращают внимание на такие приманки, однако в нужном месте и в нужное время они довольно неплохо ловят нашего хищника. Я в большинстве случаев использую колебалки весной в период, когда у нас можно ловить только на один крючок. И чтобы не заморачиваться со снятием тройников и воблеров, я в принципе их и использую. Также неплохо на колебалке ловится у нас щука и осенью. Разнообразие проводок делает эту приманку более универсальной. Можно проводить и равномеркой, и ступенькой, и подбросами. На паузах многие модели из колебалок неплохо сыпятся. Сейчас вам расскажу о блеснах моей коробки. Их довольно немного, но они закрывают те условия на водоемах, в которых я ловлю. Это примерно глубины до 3 метров в стоячей воде и в воде со средним течением. Итак, первые колебалки, о которых я хочу рассказать, это довольно известные колебалки французской фирмы МЭПС, это МЭПС Циклоп. Вообще фирма МЭПС специализируется на выпуске рыболовных приванок не только колебалок, но и вращающихся блесен. Они довольно популярны у наших рыболовов. Сама блесна разрабатывалась для ловли форели, но успешно показалось себя при ловле других видов рыб, в частности щуки, чем и положила себе путь на рыболовный рынок стран бывшего Советского Союза. Основная моя проводка на этой блесне – это игра ступенькой. Иногда ловлю на равномерную проводку, но все-таки игра ступенькой мне дает большие результаты на именно на эти блесны. У меня эта блесна в двух весовых категориях – это 17 грамм и 26 грамм. 26 грамм я использую на более больших глубинах, чем вот эта полегче, ну и для более крупной рыбы. Следующая блесна, о которой я хотел бы поговорить – это тоже довольно известная блесна Кусама Расанин, 70 размер, 20 грамм веса. Также популярна блесна на наших водоемах и у нее довольно хорошая игра на равномерной проводке. Также хорошо работает на небольших и средних глубинах и в местах водоемах, где много водной растительности. Бусинка, которая находится вот здесь, по центру блесны, на свету и играет своими гранями, и что добавляет больше привлекательности этой блесны. Неплохо работает эта блесна и в стоячем водоеме, и на водоемах со средним сечением. Итак, следующие две блесны в моей коробке – это блесна от немецкой фирмы DAM, это блесна FZ Twin, это FZ Blinker. В чем особенность, например, вот этой блесны? Особенность блесны заключается в том, что за счет двух составных частей при проводке создается дополнительный шум, что дополнительно привлекает внимание щуки. Также при желании можно одну блесну разделить на две более легкие блесны и уже ловить на мелководье. Также на блесне присутствует такой дополнительный пластиковый плавник, который стабилизирует игру блесны. Кстати, на некоторые колебалки я такой плавник дополнительно сам вырезаю и ставлю. DAM, FZ Blinker довольно небольшая, но очень увесистая блесна. Она 45 миллиметров длиной и 16 грамм веса. Подходит для ловления крупного хищника водоемного с глубиной до трех метров. Неплохо на него также и окунь попадает, но чаще в прилове мелкая щука. Следующие две блесны это блесна Atom. Блесна российского производства, к сожалению, название производителя не помню и на самой блесне нет никаких отметок. Очень известная форма блесны еще со времен Советского Союза. Довольно популярные модели в наши дни. Отлично работают на равномерной проводке, проводке ступенькой. Дополнительно я установил пластиковые плавники для лучшей стабилизации блесны, ну а также для более привлекательного вида для хищника. Плавники я эти сделал из обычного бедиатра для гитары. Ну, можно вырезать, в принципе, из любого подходящего пластикового. Самый огромный плюс этой блесны то, что она недорогостойкая и при этом очень не уловистой. И еще одна одна из самых популярных блесен российского производства это блесна Шторлинг. Ну, некоторые ее Шторлик называют. Игра у самой блесны довольно широкая и размашистая. Отлично играет на медленной проводке и достаточно долго не срывается на вращении при довольно быстрой проводке. Также один из плюсов блесны то, что она неплохо летит. Ну и цена, соответственно, тоже не дорогие блесны, при этом довольно-таки уловистые. Так, а это колебалки. Новые блесны в моей коробке, которые я купил уже к подходящему новому сезону. Это блесна Эппингер Devil Dog Junior. Небольшая колебалка весом в 9 грамм и 4,8 сантиметра длиной. Выпускается эта модель довольно давно и популярна не только в Америке, но и на постсоветском пространстве. Я думаю ее использовать на небольших глубинах при ловле окуня, а также небольшой щуки. Так, следующая колебалка, если можно так назвать, от французской компании Сибиль. Называется Андуспон номер 2. Вес 16,5 грамм, длина 9 сантиметров. По сути, это гибрид воблера и колеблющейся блесны, так как сама блесна выполнена из прочного пластика, внутри она пола и внутри находятся шарики, что дает ей шумовой эффект при проводке. Сама блесна медленно тонущая, поэтому она должна дольше оставаться в зоне атаки хищника. Проводка может быть и с долгими паузами, и равномерная, и некоторое такое подтвичивание блесны. Думаю, неплохо себя покажет. Следующие две блесны также на слуху рыболовов от фирмы Rublex. Это Орлок 15-граммовая и Оркла 17-граммовая. В принципе, прочитав много положительных отзывов, решил тоже себе добавить их в коллекцию. Выполнены, на первый взгляд, довольно качественно. Также у этих блесен большая цветовая гамма, но, честно говоря, в колебалках я предпочитаю все-таки классические цвета. Это либо серебро, либо золото, либо медь. Дополнительно я уже поставил вертлюги. Ну, в принципе, на все свои колебалки я дополнительно ставлю эти вертлюги. В итоге я хотел бы сказать, что не стоит списывать со счетов эти приманки. В нужном месте и в нужное время они практически не уступают воблерам, а иногда при полном игноре воблеров колебалки показывают неплохие результаты.